МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Наши новости» в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня завершилось четвертое и предположительно предпоследнее заседание по делу Александра Руденко. В октябре прошлого года по его вине в автомобильной аварии погибли женщина и две девочки. Сегодня прошли премия сторон, журналистам разрешили проводить съемку, поэтому и вы можете увидеть, как вели себя обе стороны резонансного процесса. Сегодня на заседании суда по Руденко прошли премия. Суд выслушал и аргумент обвинения, и позицию защиты. Считаю, что наказание, которое заслуживает Руденко Александр Владимирович, должно быть самым строгим, которое предусмотрено санкцией частью 6 статьи 264. А это является 9 лет лишения свободы. Ни тяжкий вред здоровью, ни причинение смерти, ни степень опьянения подсудимого, ничто из этого отягчающими обстоятельствами не стало, поскольку и так входит в состав преступления, то есть прописано в статье. А вот смягчающих обстоятельств адвокат перечислил множество. Адвокат нашел еще смягчающие обстоятельства. Руденко совершил преступление средней тяжести впервые. К тому же по неосторожности. Воспитывает несовершеннолетнюю дочь, да и раскаялся. Но люди, потерявшие близких, такое извинение не приняли, а смягчающие обстоятельства не признали. Вот эта показуха, да, раскаялась. Да нету этого раскаяния. Смягчение, я не вижу, какое может быть смягчение. Тебе правосудие и так смягчает. 9 лет же максимум, что за это грозит. А то, что у меня нет нелюбимой жены, нелюбимой дочери, я не вижу в каком-то смягчении. В прениях со стороны обвинения выступал только адвокат, но изредка напоминали о себе и родственники Руденко. Ну какой может быть путь оправдания, когда мы наблюдаем, что пытались выкупить видеозапись ресторана. Как у вас такая фото? Я не знаю, что не вмешивайся. Это вмешалась гражданская жена Александра Руденко. Она единственная, кто попросил перед пострадавшими прощения на одном из заседаний. Но многие близкие погибших признавались, что поведение родственников Руденко за пределами зала суда совсем иное. Его семья, вы сами видите, как я ни мать, ни жена его бывшая. У меня вообще сожаления, сочувствия не вызывают. Главное, на этом заседании обвинение свою меру наказания уже предложила. Стороной обвинения предложено суду назначить наказание подсудимому Руденко по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 8 лет, 11 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также пострадавшие уже предъявили ряд исков на общую сумму 51 миллион рублей. Последнее заседание состоится уже 17 апреля. На нем мы узнаем решение суда. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости. И сегодня же состоялось слушание по делу бывшего директора микрофинансовой организации Романа Тюленева. Суд его вину признал и приговорил к 4 годам колонии. Но при этом обязал вернуть квартиры обманутым потерпевшим. Одна из пострадавших из-за стрессов до этого дня не дожила. Финал истории затянулся. Год заседаний, 40 минут приговора – дело большое. Пять потерпевших с одной историей пришли за кредитом в Сибирскую народную казну, которой руководил Роман Тюленев, оформили займ, остались без квартиры. Однако договоры займа были оформлены не с ООН, как а сибирская народная казна, а с лопатным, либо не оформлены вообще, либо в последующем уничтожены. В качестве гарантии возврата потерпевшие предоставляли квартиру, но при этом оформлялся не договор залога, а договор купли-продажи. Тюленев настаивал на том, что сам договоры не заключал, и вообще в это время жил в Новосибирске. Суд решил иначе. Романа Александровича признать в новом совершении преступления, предусмотренного в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А еще взыскать с подсудимого почти 5 миллионов рублей, которые пойдут на возвращение жилья пострадавшим. Роман, вы хотите что-то сказать? Вам нет. Ну а женщинам, которые признаны пострадавшим? В виде не женщин, что ли? Ну бабушек, пенсионерок. И бабушек я тут тоже не видел. Вы признаете свою вину? Да нет, конечно. Вы пришли без вещей, совсем не думали о том, что будет. Я надеялся, что будет законно, наверное, по решению суда. 4 не 10. 4 не 10? Конечно. Для меня очень важно, чтобы осталось жилье. Где вы сейчас живете? Ну что где-то, у знакомых. Галина Макарова скитается год. Антонина Веснина должна съехать в мае, потому что жилье давно не ее собственность. Но обе верят, что такой итог суда скажется и на признании недействительным договор о купле-продаже квартиры. Прецедент создан. Суд вынес решение вернуть жилье потерпевшим. А их, кстати, может быть немало. Заявление Романа Тюленева в гражданском процессе. Когда он сказал о том, что он занимался куплей-продажей квартир достаточно длительное время. И вот буквально следующее он сказал, что у него в бардачке лежит вот такая вот связка ключей от разных квартир. Несмотря на такие объемы работы, Роману Тюленеву назначили 4 года колонии. И он намерен подавать апелляцию. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Они изменить приговор суда не сумели, но на свободу выйти попытались. Группа вооруженных заключенных подняла бунт в Новоалтайской колонии и даже захватила заложников. Правда, все это произошло в рамках масштабных учений. Их проводили сотрудники УФСИН для отработки навыков. Вживались в роли бунтарей и их жертв не только оперативники, но и журналисты. Подробнее о массовых беспорядках и спасательной операции расскажет Валентина Аскерова. На Валтайское лечебно-исправительное учреждение 2 часа дня двое агрессивно настроенных осужденных с холодным оружием в руках закрылись в помещении, взяв в заложники людей, среди которых оказались и журналисты. Так, курицы, ну-ка, сели! Сели руки за голову! Сели руки за голову! Сиди, шевелись! Сиди, шевелись! Не боюсь, я вас не боюсь! Хорошо, что это были всего лишь учения, которые проводят спецназ, а парни за моей спиной – это обычные люди. Кстати, было довольно страшно. Вот рядом со мной медсестра Тамара. Как вы себя чувствуете? Было страшно? Да, конечно, это очень неприятная вещь. И в реале, конечно, могло бы быть ведь еще и хуже, поэтому очень тяжело такое переносить. В глаза не смотреть, сидеть тихо и выполнять любые требования. Пока мы невольно вспоминаем уроки ОБЖ, оперативники ведут переговоры с условными преступниками. Поплоти, во плечи, с полным баком, агентином. На любом деле у меня две заложники. Я их думаю, я здесь еще не пойду не так. Требования заключенных выполнены. Автомобиль подан. Правда, далеко уехать на нем не получилось. Момент освобождения длился всего 18 секунд. Взрывы и залпы оглушили настолько сильно, что заложники и не заметили, как тоже оказались на ручниках. Мы не можем тратить время, драгоценные, вот эти доли секунды, чтобы определять их, смотреть. Поэтому мы сначала локализуем всех, а потом уже разбираемся с каждым отдельно. В этот же день силовики подавили еще один мятеж. Группа из 11 условных заключенных устроила массовые беспорядки, потребовав послабление режима. Для подавления восстания стянулись силовики и всего больше 200 человек. Урегулировать конфликт мирным путем не получилось, в ход пошла сила. Под взрывы дымовых шашек, крики и лай собак бунтарей берут в кольцо и вытягивают по одному. Среди зачинщиков журналисты на них надели красные повязки, чтобы не травмировать. Пока вот только кольцо сжималось, все это казалось весело, вот мы тут такие бунтари, все клево. Когда они подходили все ближе, когда у тебя под ногами взрываются эти шумовые бомбы или что это, уже нет никакого желания дальше сопротивляться. Ты дезориентируешься, вообще не понимаешь, что происходит. Подобные учения в колониях проходят регулярно, чтобы отточить навыки по освобождению заложников и не повторить исход массовых беспорядков в Зминогорской колонии 1989 года, когда при подавлении мятежа погибло два сотрудника уголовно-исполнительной системы. Полетила Скирова, Александр Антропов. Наши новости. К другим темам. В Рубцовске снесут знаменитый в городе дом под шпилем. Но, кажется, рубцовчан больше беспокоят не потери архитектурного наследия, а то, что жильцы этого дома не знают, куда им теперь идти. В местной администрации говорят, что на данный момент не могут всех обеспечить квартирами. Подробнее в сюжете Ирины Карчагиной. Это здание встречается на старых открытках. Его любят и знают все рубцовчане. Здание под шпилем даже старше барнаульского дома под шпилем на несколько лет. Долгие годы дом под шпилем был визитной карточкой города. Говорят, здесь даже проживала местная элита. Сейчас он, конечно, выглядит уже не так, как в 1949 году. Но, во всяком случае, лучше, чем большинство зданий во всем Рубцовске. Но это только с виду. Эксперты говорят, здесь проще построить новый дом, чем восстановить ветхие стены и крышу. Любая подвижка грунта или любая деформация, удар любой, может привести к тому, что эта часть, которая сейчас находится в аварийном состоянии, может разрушиться. А поскольку это находится на первом этаже, все основные деформации, то они потянуты выше расположенные этажи. Поэтому дом решено было снести. Жильцы должны покинуть квартиры до конца апреля. Пожилые люди, которые заселились сюда 30, 40, 50 лет назад, теперь не знают, куда им идти. В Рубцовской администрации предложили вариант. Жилье из маневренного фонда. По сути, общежитие. Кто его знает, это может там и жить нам до конца. У меня муж вот с инсультом лежит. Я уже не молодая. Куда я? В очередь в туалет. Чиновники предложили еще один выход – аренда жилья. Администрация гарантирует оплатить все расходы. Только и здесь собственники столкнулись с проблемой. Мы обзваниваем, звоним. Куда не позвонишь, чтобы снять жилье. Во-первых, возраст 82 года. Во-вторых, любого квартиросъемщика пугает то, что оплачивать будет администрация. А как мы все знаем, рубцовчане у нас в администрации ноль. Мы уже начали работать с правительством Алтайского края, с Министерством строительства. Возможности выделения дополнительных денежных средств города Рубцовску для приобретения жилья для данных граждан. Даты я не могу назвать. Это произойдет в этом году или же это произойдет в следующем году, не могу сказать. Сколько пенсионерам придется жить на птичьих правах, снимая квартиру, неизвестно. Многие боятся, что вообще не доживут до того момента, как получат свое жилье. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Продолжим выпуск от дивана до смартфона. Судебные приставы навестили должников за электроэнергию. Как реагировали на таких непрошенных гостей хозяева дома? И почему они вовремя не платят за электричество, знает Андрей Дреер. Он был участником рейда. Перед ними трудно оставаться в долгу. Судебные приставы настойчивы и таким гостям рад далеко не каждый. Нам нужно установить вашу личность. Для чего? Чтобы общаться дальше с вами. У вас имеется задолженность. Я не хочу с вами общаться. Я хочу с вами общаться. В этом доме долг за электроэнергию перевалил за 30 тысяч рублей. Это систематические должники, у которых задолженность составляет значительные суммы. В том числе у них имеются зарегистрированные в собственности автомобили. И в случае обнаружения их судебным приставам, исполнителям немедленно будет составлен акт наложения ареста. И впоследствии будет обращено взыскание на это имущество. Если за свет хозяин не платит минимум два месяца, в гости приходят приставы. И лучше их в квартиру пустить. Иначе придется заплатить штраф до полутора тысяч рублей. Я у себя на территории, пожалуйста, выйдите. Кроме ареста имущества, есть еще способы вернуть долги. Приставы могут снять деньги с ваших счетов, отправить взыскание начальству на работу, а еще они вправе запретить выезжать из страны. В этой квартире, по словам поставщиков, за свет не платили с марта 2017 года. Хозяйка здесь не живет, сдает в аренду. Но в горы электросети уверяют, что должников находят в любом случае. В случае, если даже ситуация, когда должник умирает, мы обращаемся с заявлением, устанавливаем правоприемником, и тогда по долгам отвечают правоприемники. У нас уже такие случаи есть. Откуда вот эта сумма вообще взялась? Ну вот сходите в горы электросети, либо в суд и узнаете. Что-то вы оперативно работаете. Это же хорошо. Ну а что хорошего-то? Приставы прошли пять адресов, общий долг по квартирам 150 тысяч рублей. Подобные рейды они проводят несколько раз в неделю, так что если вы не платите за электричество, ждите гостей в погонах в любой момент. Андрей Дреер, Николай Шелко. Наши новости. В любой момент они могли потерять семью или погибнуть. Годы оккупации, партизанских поселений и фабрик смерти. Сегодня по всему миру отмечают день освобождения узников фашистских концлагерей. Сегодня в каждом районе состоялись митинги памяти с возложением цветов и минутой молчания. Главные герои мероприятия с болью в сердце, но рассказывают о тех страшных днях в заточении. Когда война началась, мне было четыре годика. Эвакуировать, значит, успели полсела, а полсела осталось. Вот таким вот образом и осталось. А эту территорию заняли эти войска немецкие. Мы находились в партизанском отряде. В партизанском отряде, конечно, долго содержать не было возможности. Мы в течение года там были. Но потом вынуждены были в оккупированную зону вернуться. При выходе в оккупированную зону кто-то все же выдал, что мы партизанская семья. Нас повезли на поезде в Теплушках. Ну, то есть на север, потому что через Ровно и в Польшу. Довезли до Кеннезберга, ехали долго. Конечно, народу очень много пропало. Ну, кого это самое, во время обстрела убили и бомбежки, кто от голода, от холода умер. Стали эти хозяева, так называемые бюргеры, людей отсюда брать, чтобы там у них помогали. Нашу семью взял фермер к себе на работу. Ну, за счет этого, собственно, выжили. Прибыли мы там до 44-го года, вот, где-то в апреле месяце, ну, когда освободили Кеннезберг, мы, значит, решили вернуться к себе на родину. То есть родина моя, Брянская область. Когда мать вернулась, уже тут, это самое, соответственно, у нас полная семья образовалась. В смысле, мать и четыре брата. В декабре, в феврале нас опять перебросили. И уже перебросили, значит, за Берлин. Вот. И оттуда, там как раз и это, ну, пришли советские войска. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз «Банк Восточный». А Ольга с бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. «Восточный банк». Одобряем ваши желания. Ясно и по весеннему тепло на всей территории края. Валейский, Рубцовский и Камнинаби плюс 16, 14 в Бийске и Заринске. В Барнауле юго-западный умеренный ветер ночью до плюс 7, днем до 15 тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Звоните, если у вас есть интересные темы для наших сюжетов. А у меня на этом все новости. До встречи.